Почему мне пришлось убегать от толпы школьников? Какой фокус повернет всех в шок? Как отреагировал директор на то, что я пробрался в школу? Посмотри этот ролик от начала до конца и узнай, кто получит секретный подарок от... Венитай! Будет круто! Всем привет! Мы идем в школу показывать фокусы! Просто вдумайтесь, я сейчас ворвусь на урок и прям показывать буду трюки. Что и директрисе, и учителям, всем детям в школе. Никто не знает, что я туда сейчас иду. Меня встретили наши подписчики, поэтому лайкос им, лайкос тебе, а мы погнали. Я уже нахожусь в школе, я слышу за стенами, как идет урок. Я захожу в первую попавшуюся дверь и постараюсь там показать несколько крутых трюков. Никто не знает, что я вообще здесь и что будет здесь происходить. Для всех это секрет. Там реально много детей, походу. Я не знаю, старшие или младшие, но сейчас проверим. Всем привет! Нам дозволил директор показывать фокусы. Это точно дозвол директора? Но это не точно. Нам дозволили. Как вы это сприймаете? Добровались, добровались. Так, ребята, у меня есть небольшое предсказание, ну вот в этой коробке. И мне нужно двухзначное число от 1 до 25. Давай ты, называй. Двадцать. Двадцать, ты уверена? Да. Смотри, вот у меня есть заметки. Здесь написано напитки. Посмотри внимательно под номером 20, что написано. Прочитала? Громко, прочитай, что там было написано? Молоко. Было написано молоко. Смотрите, если бы кто-то из вас назвал 11, это был бы квас. Если бы кто-то назвал 13, это был бы кисель. Ты назвала число 20. Здесь выпало именно молоко. В самом начале я поставил здесь коробку. Будет круто, если я открою, а внутри будет пакет молока. Да, да. Я медленно, медленно покажу. Блин. Есть моменты, когда фокусы не получаются. Давайте так. Да, ладно, ну давайте так. Если нет молока, кто-то хочет колу? Да. Так, Настя, поскольку у меня только есть кола, я готов угостить тебя колой. Можешь чуть-чуть ближе подойти? Можешь сама открыть вот так вот пальчиком, чтобы... Есть, сама открыла. Держи стаканчик. Я медленно перед тебе вот так хочу вылить твою колу. Да. Чего? А теперь попробуй. Попробуй, это реально молоко. И банка реально запечатана. Ты сама ее открыла. Здесь никак ты не влился. Все очень просто. Знаешь почему? Вот открой ротик. Открой, открой. Смотри, у тебя здесь вот такая штука. Бери ее. Не, на самом деле, если ее взять, ее можно взять, вот так вот раскрутить и вот так вот порвать на две части. Видишь? Порвать ее. Но если немножко потрусить, они будут целы. Смотри. Эти, скажи сюда. Второй здесь. Щелкаем. Подуй. Все, ты его съел. Он у тебя там в желудке. Смотри, смотри. Все, все, все. Он здесь. Я его достаю, достаю. Бросаю сюда. И смотри. Дуй сюда. Оп. И ты его выплюнь. Умеете считать? Да. Один плюс один. Сколько? Два. Неправильно, четыре. Давайте. Так, смотрите, первое сердечко кладем. Ты клади сюда тоже второе. Кулачок прям запихивай. Молодец. Теперь второе давай. Скажи, пожалуйста, если взять вот кучу сердечек и объединить их в одно, что может получиться? Ты совершенно прав, поэтому держи его в руках. Вот, и оно медленно, медленно превращается в большое. А где хотела? Все любят физику. Ага, я нет. Я разорву маленький кусочек. Держи, раздай всем по одному листочку. Я сейчас вам покажу, что такое статическое электричество. Это когда, знаете, когда натираете бумагу, она потом такая именно, становится электрической. Смотрите, сейчас вы должны все вместе за мной повторить, окей? Да. Потерли обручку. От свитер. Тогда хорошо электрика такая, вот, наэлектризовалась. Ставим ручку сверху, вот так. И теперь смотрите, листочек должен просто сам прилететь в руку. Трем, 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 трем. И просто медленно держим, оно сам прилетает в руку. Да что за фокусы? Это не работает. Оно. Это работает. Смотри, последний раз. Прижмем так пальчиком, пальчиком. Теперь смотри, если его натереть, отпускай. Оп, он прилетает к руке. У тебя магнит какой-то. Сожми два кулачка, есть. Скажи, какая рука тебе дороже? Левая или правая? Это отлично, хорошо. Убирай тогда эту руку. Эту оставь в кулачке. Смотри, я медленно хочу показать тебе классную игру. Смотри, я открываю маркер. Ты когда-то играла в крестики-нолики? Что тебе больше нравится, нолики или крестики? Нолики. Тогда нолики ты себе забираешь, а мне оставляешь что? Крестики. Смотрите, на ваших глазах я рисую первый крестик. И рисую второй крестик. Видно? Два крестика. Подуй сюда. Есть? Он высох, его нереально стереть. Он реально очень-очень сильно засох. Я сейчас постараюсь очень медленно. Первый крестик взять и забрать. И второй тоже я постараюсь забрать. Смотри, у меня два крестика здесь. Я медленно бросаю тебе в ручку. Не открывай. Скажи, ты что-то почувствовала? Открывай ручку и покажи, что здесь. Тихо, тихо. Вот ты. Выходи ко мне. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, ты умеешь писать? Точно? Смотри, у меня есть блокнот. Проверь, вот здесь обычные листочки, ничего не перевивается. Правильно? Не отрывай только их. У меня есть обычная бумажка. Твоя задача написать любое короткое имя. Доврились? Я не смотрю. Бумажку сверни в комочек. Я могу поворачиваться? Здесь же ничего не отпечаталось. Я никак не могу понять имя. Подумай сейчас об этом имени. Вы видели, что оно написало? Да. Теперь смотри, здесь находится имя, которое ты написала. Я это имя не могу знать. Я медленно хочу его уничтожить. Оно исчезло. А знаете, Диана? Знаешь? У тебя в кармане. Посмотри в левый карман. Да, да, да. Ты такой взрослый, веришь в такие сказки. Имя у тебя в голове, правильно? Скажи, пожалуйста, как ты думаешь? Ты можешь прочитать мои мысли? Да. Давай. Как ты думаешь, я могу прочитать твои мысли? Нет. Нет? Я думаю, ты написала Артур. Ты загадала меня. Ребята, сейчас кто-то один из вас выиграет подарок. Нет. Так это не работает. Те, кто встали, не участвуют. Пол это лава, сели. Все очень просто. А ну набрали воздух. Набрали, набрали воздух. Выдыхаем, хорошо. Смотрите, я плюсую сейчас два числа, и вы должны просто сказать, сколько получается. И тот, кто скажет правильный ответ, получит подарок. Но только, чтобы это было честно, кто первый поднимет руку, того я увижу и сразу же спрашиваю. Ни второго, ни третьего. Сколько это будет? 941 плюс 36. 977. Да, он угадал. 977. В каком стоите угадал? Математика, наука точно. Он порахвал. Прысь. Ты же выиграл прысь. Автомобиль. Есть, держи. Это магические спонжи. Смотри, их нельзя кушать, их ты не должен есть. Специальный магический реквизит, с которым ты пройдешь обучение. Здесь есть QR-код. Скопируешь, только другим не показывай. И ты сможешь делать невероятные штуки. А чтоб другие не расстраивались, я хочу всем подарить... А ну-ка, сели! Я хочу подарить всем наши тетрадки для того, чтобы вы учились хорошо. Они не простые, не магические, потому что с ними вы сможете решить любую задачу. И списывать даже не надо, честно. Сели на места. Я буду расписываться на каждом ЗОшите. Агент Браун, вы сам не свой. Что с вами случилось? Есть один монстр, зовут Венов. Он терроризирует город уже более месяца. И как только я подбираюсь к нему близко, он оказывается на шаг впереди. Всем добрый день. Здравствуйте. В эфире Межгалактические новости. Агент Брауни, а это не ваш слезняк сейчас там? И для тех, кто только родился, повторяю... Эй, Салли, сделай погромче. И я их ведущий, стакан воды. Сегодня все новостные паблики и каналы только и говорят о Веноме. Он не просто доставляет дискомфорт жителям Манхэттена, звоня в дверь и убегая, а и смог пробраться во вселенную Free Fire. Как у него это получилось? Расскажет Рома Зубчик с места событий. Это получается, он добрался до Free Fire. Эх, а помнишь, как мы попали во Free Fire только в реальной жизни? Кеонайт, Стритфайтер. Еще бы. Такое хрен забудешь. Это самый крутейший мобильный шутер. В нем миллиард разных скинов и аксессуаров. Ммм. О, так нам очень повезло. Ведь с 10 по 24 октября Веном станет подобрее и начнется его коллапс Free Fire. Можно будет забрать скины абсолютно бесплатно, просто играя. Пиковый день, 16 октября. Все получат просто за логин рюкзак-симбиот. Так о чем мы сидим? Погнали. Только что, рюкзак мне? Ну, ну а ты можешь просто скачать Free Fire по ссылке в описании. И вообще, если честно, мне кажется, ты уже слишком много знаешь. Я переоделся, приехал в другую школу. Я думал, меня никто не заметит. Но уже дети просто через окно смотрят, что я здесь. Как это возможно, я не знаю. Сейчас надо только придумать, чтобы актерша меня пропустила как-то. Ладно, пойдем разберемся. Жесть, это просто настолько приятно и неожиданно, что такое возможно через окно увидеть, спуститься вниз и встретить. Привет! Я в школе, я смог пройти через эту огромную толпу детей. И первый класс, в который я собираюсь зайти, это четвертый А-класс. Там будут сидеть детки. Я думаю, они меня точно не ожидают увидеть. Интересно, узнают ли они меня? Нет. Так, добрый день. Добрый день. Добрый день. А я отблекте буквально на півгодинки, дедочок показывает фокус и потом поверну вас до урока. Подивите, они какие счастливые. На уроках такого нема у них, я бы что они побачивали. А вы хоть узнали, да? Нет? Четвертый класс мог меня узнать, поэтому сейчас мы что-то им покажем. Как тебя зовут? Ваня. Скажи, тебе родители дают ключи от дома? Нет. Смотри, я первый раз дам тебе ключ, теперь ты знаешь, как он выглядит. Проверь его, обычный он или нет? Да. Скажите, пожалуйста, что делают ключами? Открываем дверь. Ключом тоже можно открыть, но только воображаемую дверь. Ваня, смотри, я беру ключ, проверь мою руку. Ничего нет. Точно? Да. Твоя задача на расстоянии взять, почувствовать ключ, что ты его берешь, и проворачивать его. Да, я попробую. Медленнее, медленнее. Вань, ты давай. Можете провести руками, проводите руками. Ваня, ну вот. Тихо, тихо. Есть? Вань, ты можешь проверить. А вообще, да, если ты вот здесь вот коснешься, ты поймешь секрет. Молодая шучка. Ваня, давай пять, ты молодец. Кто из вас умеет запоминать числа? Я. Я. Давай так, проверь кубик. Брось, чтобы ты увидела, что выпадает каждый раз новое число. Просто бросай. Шесть, четыре, пять, один. Все правильно? Три. Каждый раз новое. Выберите число, положите внутрь колбочки и закройте сверху. И покажите на камеру. Обязательно покажите на камеру. Я не подсматриваю. Есть? Так, проверь вот это. Я покажу, что здесь ты закрыла сильно. Я никак не могу понять, что за число, правильно? Смотри, я медленно при тебе хочу взять вот так раз и два. Ты знаешь, как можно понять, какое число ты выбрала? На самом деле, на звук можно вот так вот услышать, какое число ты выбрала. Веришь в это или нет? Нет. Смотри, я немножко начинаю так трусить и слышу, что твое число точно не маленькое. Это не один, правильно? Это не два. Ты слышишь свое число? Я слышу, я чувствую, что ты загадала число шесть. Да, это число. Я покажу медленно, что действительно здесь число шесть. Так, у меня есть телефон, ключ и ручка. И вот такой блокнот. Я хочу показать, что внутри этого блокнота нарисовано. Если я подниму первую страницу, вы увидите эти же три предмета, но только нарисованы. Потрогай, действительно это нарисовано? Да, конечно. Все, спасибо, 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 супер. Смотрите, на каждой странице нарисованы эти предметы одинаково. Только есть линия, из которой, как вы видите, выходит рука. Длиннее и длиннее. Вы рисовали когда-то в детстве? В детстве, вы сейчас когда-то рисовали? На тетрадке, на полях рисунок одинаковый. Потом пролистывали и чувачек бегал. Система этого блокнота примерно такая же. Здесь нарисован рисунок. Один рисунок, который может здесь быть, он заранее нарисован. Поставь так руку и просто посмотри на эти три предмета и мысленно представь, какой из предметов ты хочешь забрать. А теперь возьми, забери какой-то из предметов, который тебе нравится. Ты точно решил, что именно ручка? Ты хочешь поменять свое решение или нет? Ты уверен? Смотри, я предлагал тебе поменять свое решение. Ты выбрал именно ручку. Я сейчас на твоих глазах беру блокнот. Я себя медленно буду пролистывать. Смотрите, и он забирает именно ручку. И сейчас я покажу вам невероятный лайфхак, что делать по утрам, когда тебе мама дает хлопья с молоком. Вы все любите молоко? Да. Знаешь, я один был в детстве такой человек, который... А, все, нас двое, трое. Я сейчас вам покажу, как можно сделать так, чтобы молоко вылилось, а хлопья остались и были в этой тарелочке. Ребят, то, что вы сейчас увидите, это сделано при помощи профессионалов, поэтому не повторяйте этого, хоть я и делаю это первый раз. Чуть-чуть назад. Раз, два, три. Если вдруг вы не хотите хлопья с молоком, вот этот лайфхак работает идеально. Вы можете забрать просто молоко, а хлопья оставить и кушать их. Какие трюки вам запомнились? Ручка. Я говорил, резинка с тетрадкой. Все эти трюки я сделал при помощи ментал-бокса, и каждый из вас может делать в точь-в-точь то, что делаю я. Это не сложно. Вы все хорошо учитесь? Да. А с этими тетрадками будете еще больше учиться, потому что они просто притягивают к себе хорошие оценки. Есть? Есть. Раздавайте у себя. Ребят, это был четвертый класс, поэтому если вдруг ты хочешь, чтобы я залетел к тебе в школу и показал там невероятные трюки, то пиши об этом в комментариях. Какую школу ты напишешь? Я рандомно возьму и приеду. Приеду не один, возможно с кем-то. И вообще влепи лайкос, потому что это все очень реально сложно пробираться, чтобы тебя не наказал директор. И вообще, чтобы дети были довольны. Короче, сейчас мы идем в шестой класс, дети чуть-чуть старше. Я не знаю, как они будут реагировать, узнают ли они меня, смотрят ли они вообще Magic Fight, но знают точно. Я их удивлю. Погнали. Я опоздал. Короче, все-таки они узнали меня. Они обречены, чтобы я им сегодня провел урок магии, поэтому погнали. Итак, сейчас я покажу нереальный трюк. Как тебя зовут? Вика. Нет, Лида. Лина. Лида. Я так и знал. Мысли читаешь. Я кладу колоду, не трогай ее. Представьте сейчас, что у меня есть вторая колода, но она воображаемая. Видно? Реально видно, да? Можно медпункт, пожалуйста? Врача, врача, позовите врача. Врача. Это колода самых тонких карт. Сумеет вообще тасывать карты? Да. Давай ты, допустим, перетасовывай, да. Классно, подожди, карты попадали. Давай, чуть-чуть аккуратней. Все, умница. Давай. Я беру колоду, подкину вверх, карты разлетаются. Ваша задача, давай, твоя. Словить одну карту. Они разбросались, летят. Успей словить одну. Точно словила? Скажи, пожалуйста, какую карту ты видишь? Такую картонную. Посмотри на это воображение и скажи, что это за карта? Это шестерка червей. Ты уверена? Прямо сто процентов. Сто процентов? Миллион. Миллион. Бери эту карту и клади прям воображением вот так в колоду. Шестерка червей, ты сказала? Да. Я хочу медленно показать тебе. Я достану колоду. Видно тебе карты? Первая карта и следующая идет только одна перевернутая, а все смотрят лицом, лицом, лицом вверх. Только одна карта здесь перевернута. Возьми сама, посмотри, что это за карта, которая перевернута. Только сейчас понял, что я очень отвык, когда хлопают. Я вообще не привык, чтобы хлопали. Так, смотри, какая рука тебе дороже, правая или левая? Правая. Убирай, левую оставляй так. Сожми в кулак. Правая или левая? Правая, да? Убирай. Левую оставляй вот так. Сейчас я покажу вам невероятный трюк. Это просто сверх психология. Вы играли в крестике нолики? Конечно. А что вам больше нравится, крестик или нолик? Нолик. Крестик. Я нарисую один крестик здесь, второй крестик здесь. Два крестика, видно? Максимально попробуйте на них подуть. Смотри, я постараюсь забрать этот крестик первый. Держи крепко, подожди. Бросаю тебе в кулак, только ты не открывай. И второй постараюсь забрать. И бросаю тебе в кулак. Вы что-то почувствовали? Нет. Вообще ничего? Нет, вообще. Так, открывай руку и покажи всем, что здесь крестик. Да, смотри, смотри, это крестик у тебя, но у тебя тоже в кулаке должен быть крестик, правильно? Медленно открывай. А, подожди, подожди, я понял, в чем проблема. Я когда бросил тебе крестик, он прошел сквозь твою руку. Переверни руку. Почему я обожаю этот трюк? Этот крестик не стирается, он на всю жизнь. Попробуйте, мыло не поможет. Все. Ну что ж, давайте проведем небольшой челлендж. Итак, мне нужно два человека. Можно я? Вы уже были. Итак, у меня есть невероятная раз штучка, невероятная два штучка. Вы знаете, что это такое? Нет. Думаю, все знают, что это такое, одевай. О! А! Кто первый откроет подарок, то значит он выиграл этот подарок и заберет. А зубами можно? Нет, только перчатками, давайте, давай. У вас получится, пробуйте. Ладно, включайте зубы. Я никогда не видел таких голодных детей. Лиза уже грызет саму коробку. Лиза, молодец! Даня, челюсти слабые. Ты молодец, ты открыла, можешь снимать перчатки. Давай, попробуй открыть, что там? Это печенька, орео и чудо-ручка. Я там. Ну, открывай, нам нужно грызть. Дай мне грызть. Да, я шучу. Держи. То же самое, и вы сможете по QR-коду спокойно перейти и выучить. Перчаточки я заберу, потому что меня мама прибьет, если я не верну их на кухню. Спасибо большое за внимание. Я сегодня уроки буду делать. Я очень счастлив, что наши ручки заставляют детей делать уроки. Ребят, всем спасибо, давайте воздушный 5. Пум. Пум-пум-пум-пум. Ну, а мы погнали дальше. За моей спиной находится 9-10 класс. Это дети уже постарше, я не знаю вообще, узнают ли они меня, но я знаю точно. И их я смогу удивить. Простите, а я новенький, я опоздал. Как будто они все заранее знают, что я зайду. А ну-ка, давайте так, честно. Вы узнали вообще, кто я? Смотрите нас, нет? Вышел. Привет, друг. Здорово, отец. Смотри, у меня здесь есть классная такая штучка. Просто держи ее, чтобы с ней ничего не случилось. Вот так вот, супер. Сейчас я объясню, что будет происходить. Давай с тобой. Назови любое число от 1 до 25. Ты хочешь поменять свой выбор или тебе ок, ты веришь в эту рандомность? Но тебе нравится оно? Да. Смотри, ты могла выбрать любой другой напиток, здесь там, загадать, допустим, 16, мог быть айрон. Айрон, я даже не знаю, что это. Ну ладно, неважно. Короче, что угодно. Ты в самом начале держал эту сумку. Возьми сама вот так вот, открой. Медленно сама доставай. Блин, ладно, ладно, фокус не получился, сорян. Давайте потом как-то все еще раз, но посмотри, было бы круто. Я ему просто, ну ладно, реально, трюк не получился, я вырежем как-то этот момент. Я думаю, ничего страшного не будет. Но зато, ну было бы круто, если бы совпало. Просто больше всего называют колу, ну ладно. Я ему тебе просто, хочешь, напей ее. Ты можешь спокойно забрать. Открой ее, сама открой. А, ты не сможешь, ты давай. Смотри, я медленно перед тебе возьму, так ты видишь, что она новая, возьми сама прям, убеди, что это запечатанное новое. Я медленно хочу показать один нюанс, что здесь находится молоко. Попробуй его. Это только что недавно корова сходила, да, давай. Попробуй. Реальное молоко? Ты тоже можешь попробовать. Определись, какую карту ты хочешь назвать? Ну, Валя Червей. Ты точно решил так? Нет, да, моби. Точно? Точно. Не хочешь передумать? Нет. Блин. Ладно, хорошо, на самом деле, ну, может не получиться, сразу объясняю, почему. Проверь, пожалуйста, коробочку, что там ничего нет. Я медленно хочу, да, тебе пролистать, чтобы ты увидел, что вот одна карта у нас лежит лицом вниз, остальные лицом вверх. Только одна карта лицом вниз. Возьми, посмотри, что это. Ты мог поменять свой выбор. Ты решил не поменять. Спасибо, мы уходим, Ром. Идем. Так, ребят, тишина. Я кое-что сделал. Это небольшой сюрприз, он находится на территории школы. Ваша задача найти менталбокс. Это вот такая коробочка, она находится внутри школы. Тот, кто сможет ее найти, получит этот менталбокс. И тот, кто найдет, попадет в ролик Мэджик Пайп. Погнали. Впрятали менталбокс? Не? А что будет, если менталбокс найдет пять человек? Я не представляю, как они его поделят. Это придется мне уже как-то думать, как-то его разыгрывать. Я понял, что большинство реально уже долго ищут и не могут найти. Я готов дать им подсказку, где он находится. Это сто процентов находится на первом этаже. Вот здесь. Моя подсказка помогла буквально за одну секунду найти менталбокс. Нашел его вот этот парень. А эти двое помогли дотянуться и его забрать. Поэтому я считаю, это их общий менталбокс. Ну а остальным ребятам я как бы хочу тоже сделать подарок. Поэтому они получат наши тетрадочки. Держи. Они просто вырвали цитратки. Ребят, спасибо всем огромное за то, что вы досмотрели этот ролик до самого конца. Все дети, все школьники реально удивились не на шутку. И если ты хочешь больше таких роликов, то просто поставь лайкос. Если будет 300 тысяч лайков, мы пойдем в другую школу. А если ты хочешь, чтобы мы пошли именно в твою школу, напиши это в комментариях. С вами был Magic 5. Пока!